Субтитры делал DimaTorzok В общем-то, чем мы в этой части будем заниматься? Как раз таки вот этими тайниками пингвина, отчасти Потому что я решил, почему бы нет Почему бы нет, чтобы все это дело не повыполнять Так же да, так же да, мы еще в этой части разберемся со шляпником Который этот безумный У нас там в будущем появится Ну и плюс мы узнаем, кто за преступлением в AC Towers у нас стоит уже окончательно Узнаем Так что такие вот дела По идее вот эти вот тайники с оружием пингвина Ну, в смысле, с пушками в виде пингвина Они довольно простые То есть вы просто приходите к тайнику Тут несколько врагов убиваете Ну, в смысле, это вырубаете Мы же никого не убиваем, правильно? Мы же только их сбрасываем на елке Уже там все остальное Гравитация делает, да? И здесь я так слегка затупил Потому что я как-то забыл, как эти ящики сами по себе обезвреживать Оказывается, что с помощью вот этого нашего деструктора Это можно сделать Вот таким вот образом И вот, первый готов Вот еще два у нас вот в этих районах, как видите Но мы, в общем, пойдем, да, в этой части в этот в Сити В Архам-Сити Поэтому мы еще до них доберемся И да, вот как видите Я уже в прошлом счете об этом говорил То есть, смотрите, как тут много вообще народа всегда на вас кидают И вспомните, что это Приквел И вспомните, что это Приквел к Асайлому Ведь вообще всей вот этой серии Архам Как бы Batman Origins Он как бы первый в технологическом порядке стоит В этой серии во всей Вспомните Вспомните Вот вспомните И слегка так обалдеть Потому что, как видите, их тут реально очень много Всех этих противников Это вы еще другие режимы не видели Я вам хочу что сказать В других режимах, естественно, там всего этого побольше И тем больше сильно они наскучивают Эти другие режимы Конечно, то есть, да, там есть этот режим с одной жизнью Там этот, я есть ночь, да Но, как бы, если ты нормально умеешь играть Я выберу Приквел в том, что здесь довольно простая боевка Как я лично вообще считаю То есть, я всегда вообще боялся Что такое Вот в Архамах у них хочется простая боевка Если ты, как бы, ей нормально овладеешь То, как бы, проблем у тебя быть не должно С похождением этих сложностей Да, тем более, если и буду То ты там всегда можешь перезагрузиться То есть, перезагрузку никто не отменял Как вы понимаете Вот поэтому я и говорю, что мне Как-то вот такие вот игры С одной жизнью не особо нравятся Единственная, реально, вот хорошая реализация Одной жизни Была в Воре Которая Вор 4 На максимальной сложности, естественно, я говорю То есть, там, если ты урон получишь То все У тебя сразу, как бы, это одна жизнь Она пропадает По факту При этом Воре очень классно Можно было настраивать саму себе Вот эту сложность И, как бы, естественно, да На этой сложности, может, с вами игры прошли Можете у меня на канале посмотреть Кому это интересно В той листе, соответственно, Воры 4 Оно все это дело есть А вот тут еще сейчас круто было, на самом деле Вот это вот прям мне очень понравилось Да, в общем-то и в Воре Вот в 4-ом В нем, наверное, самая вообще грамотная Реализация сложности Конечно, возможно, она такая же еще в Dizunner 2 Я просто в Dizunner 2 не играл Но что-то там похожее такое и есть Поэтому я не знаю Вот, но в будущем мы его, естественно, тоже с вами пройдем Второй Dizunner, возможно, даже на этой сложности На этой, на самой максимальной На самой, там, хардкорной Но там, по-моему, нет такого условия Как, что, типа, если бы тебе этот урон сделали То ты все-то Ты труп сразу Вот, а в Воре такая тема есть Это, так сказать, довольно круто Ну и тут у нас Вообще вот в этой части, да, ветровые появляются Есть такие мастера боевых искусств Так называемые Я не знаю просто, как реально еще по-другому можно назвать Поэтому ограничить с таким Наименованием их Может, как хорошо-то они летают А вы посмотрите, как тот улетел Наверх Хорошо вы, ребят, летаете прям Я вам скажу, очень даже хорошо И вот вы видите, то есть, да, настолько обучили Как бы этому типу врагов И нам на НГ их уже двуки дают сразу То есть, кто так делает Как я, честно, понимаю Можно сказать, что это все, типа, по усложнению Но Не знаю, здесь бы я был Ну, как бы, с большей вероятностью этого Товарища в бронебу поставил Или еще в двух их сразу И, кстати, да, вот эти вот мастера Я против них довольно тяжело тактику понимаю Даже сейчас То есть, так они мне довольно тяжело даются То есть, как их наиболее эффективно можно убивать Ну, в смысле, вырубать Да-да-да-да-да Наш же кодекс Все это дело запрещает делать Убийство всякое такое Так что, если кто в курсе, то напишите В общем, будет это мне довольно полезно Интересно, опять же, знать Вот Продолжение следует. Вы можете делать ДНА-аналиси. Я также отправлю полиция для Лесид Тауэрс. Эта фотография из дн. смерти. Это perfect match. ДНА-аналисия расскажет больше. Но здесь есть что-то, которое полиция обернула. Роман Сионис владеет Банк Готэм Мерчант. И он установил биометрическую защиту, только он мог обеспечить. Альфред, у меня много информации для решения Лесид Тауэрс. Вот что произошло. Сейчас Готэм П.Д. считает, что Роман Сионис dead. Альфред Крит... Берегирован. Берегирован с Пенгвином. Но я знаю лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Договорил DimaTorzok О, не обmayın, Алиса... Молодая твоя. Ее fogade 겨ловGHT И у кого может сопротивляться Ну, пусть она сразу Но на Epidog'е необходимо пропустить Субтитры создавал DimaTorzok Хочет вызвать пароль сейчас угадался подсылки были к данному произведению по паролю как видели то есть там безумный вход магазин шляп но по идее так как это у нас шляпник от по идее как пароль сам приходил на ум и сейчас мы под конец но как бы до конца вот этой вот части будем уничтожать линейки пингвина и под конец под самые уже пойдем шляпнику самому себе такая у нас программа скажем так на эту часть тут стал все пропало и цитарь это вас тут оттуда все оружие есть ну ладно ладно я не помню я по-моему купил эту штуку чтобы у них оружие ломать которое я собственно не держат купил то надо этим как бы тоже так активно пользоваться довольно полезная штука все последний еще один ломаем сейчас пойдем полетим молчу вот сюда вот 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 к вот 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 Так, минус один, сразу же. О, ничего себе, он полетел-то как-то красиво-красиво. По-моему, они, правда, ни в одной и другой игре Архама так не летали. Это, наверное, единственный плюс Архам Горриджинса, как мне кажется. Ну, как бы, один из очень... не многочисленных, конечно, не единственный, но... Я прошла через файл о тебе, и, вау, давайте просто скажем, у тебя нет много фанатов здесь. Но ты, наверное, уже знал это. В любом случае, я трогал их из-за чего-то, я имею в виду, они говорят, что ты убил людей. И я знаю, что это не твой стайл. Не знаю, что это работает, но как-то это работает. И вот... блин, вот мне кто-нибудь объяснит, вот почему нет этого трафика на улице, вообще никакого. И вот, как бы, это, как бы, слегка странновато, учитывая то, что это... опять же, говорю, если учитывать то, что это, как бы, начало, а самое только Бэтмена... Как мне кажется, это слегка странно. Потому что сама по себе вообще идея рассказать... как бы, ну, типа, под Рождество историю об Этмоне, она довольно крутая. Поймите меня правильно, то есть вот идея вообще у этой игры, она очень классная. Вот именно вот в этом плане, то есть то, что там под Новый Год, грубо говоря... Какой-то там всем дает люлей. Это, конечно, классно, но... Она тут реализована как-то, если честно сказать, совсем не очень. Так, еще один фейкдаун. И, как видите, там и пришли обратно на корабль, потому что здесь у нас есть еще один этот тайник пингвинов. Так, тут у нас двое смотрят друг на друга, а не знаю, как вообще вырубать. Ну, давай, что ли, тогда мы сейчас этого Батарангом отманим. Вот реально, за что мне все-таки нравится Бэтмен, это вот еще его Сперлз. Во всех вообще Архамах. Вот он исполнен просто шикарно. Конечно, АИшник тут очень сильно так... Очень сильно так не радует, надо сказать. Ну, конечно, он плохой. Особенно в Ориджинсе. Вы помните, да, прошлую часть? Как меня там... Этот самый... Полицейский не мог заполнить. Хотя там буквально, я не знаю, там в двадцати метрах от него был. Тут, конечно, странновато слепка. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. И вот я не знаю, кстати, вот эти вот события... Возможно, конечно, это бред, слегка я сейчас скажу, но... Вот эти события, они как-то относятся к этому, к началу, к фильму Бэтмен Начало. По идее, да, и по идее, они должны быть после него. Если так, я все правильно понимаю, соответственно, то, по-моему, они все-таки, да, должны быть после него. Потому что здесь он у нас уже в этом в костюме, а там он только, соответственно, как бы начинал все это дело свое. Ну, тут я, как видите, в общем, вошел на этот корабль, посмотрел тут. В общем, как видите, ничего не оказалось. Я понял, что где-то там снаружи все-таки этот тайничок находится. И, в общем-то, естественно, нашел. Там вот. Надо сейчас над этим крюком нашим открыть. Пошкой. Под богат. Под когтем. И, в общем, еще один минус. Еще один новый уровень. Давайте сейчас мы вот эту вот себе купим. Я так слегка почитал. Ну, тут видите, в общем, да, здесь много чего я просто не могу купить, пока я прошлое не открою. Опять же, еще один минус прокачки. По-моему. Потому что это не очень удобно. Только два крюка почитал. Спасибо большое за это делать. Сегодня уже достаточно скучно. Если эти шаги вышли, я даже не хочу подумать о них. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По инерции должен был аппарат улететь куда-то на крышу Продолжение следует... 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 Задание особо опасное И выполнено, соответственно, с полуином И у нас сейчас уже началось Начался сам все Новый год Ну, Рождество Вот, конечно, хорошо, что они здесь сделали Альфреда То есть, ну Как сказать, сделаю То есть, он тут прямо именно как персонаж есть У него характер такой довольно проработанный Потому что вообще у всех остальных Архамов Он... Да даже в Архам Найте Он... Ну, как бы мы там только с ним по этому По компьютеру общались, конечно, да Но это Неполное его присутствие, грубо говоря, в игре Здесь это все очень Классно так продумали То есть, то, что именно ты можешь там прийти там В эту пещеру там с ним поболтать Всякое такое Это, конечно, очень... Даже неплохо по-моему Альфред! 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 У猜ち Альфред! 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 Тренировка! чтобы воскресить ее, поэтому это важное решение. Кто лучше защитить Алиса, чем этот человек? Он сам! О, дорогой, кажется, что ты все повернулся вокруг. Это, конечно, уровень с кулаом из Асайлума. В Ассайлме их там было... По-моему, насколько я помню, то три Поскольку я помню, да, их там было три Ну и атмосфера, естественно, там была гораздо лучше Нет, здесь как бы диснеевская такая больше Вообще, как я уже говорил, там В каких-то частях по Origins Он какой-то более пластмассовый То есть, вы знаете, знаете, такое ощущение Вот, его прямо детским назвать нельзя Но вот что-то типа вот такого То есть, вот именно, вот, слой тут пластмассы Очень хорошо подходит Это, вы знаете, вот, когда вот в Макдаге ешь Вот там вот, там просто пластмассовая еда Вот от Бэтмена от него прямо такое уже ощущение Да вообще, тут у него какая-то, знаете, более мультяшная графика Как мне лично кажется Вот лично, вот честно, на мой взгляд Это, конечно, вот тоже не очень круто Особенно учитывая, какая она была в Асайломе, в Сити После этого, конечно, не очень хочется вот это увидеть Как это? Всего – всё Чернова. После этого did you know, time moves in 7 верmelons Дивно в 7 plaisirон coupling yourself, but you stopped to just 1 всего 1 всего 1 골� Ах, как бурно! Так почему мы попробуем вернуться назад? Скажи мне, что ты видишь. Скажи мне! Скажи мне! Скажи мне! Скажи мне! Скажи мне! Это не так! Все не так! Все воплоть! Все воплоть! Воплоть! И воплоть! И воплоть! Особенно в отношении всего остального, соответственно, Архам. Как-то слегка, если честно, напрягает. Так, сейчас мы еще раз этот пугать в строк применим. И, в общем, остается нам только совсем чуть-чуть попаркурить. И, наверное, я на этом буду уже с вами прощаться даже. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на типочек пальца вверх. Комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте о канале друзьям. Ссылка на группу и плейлисты данного похождения будет в описании к этому видео. И всем на этом еще раз спасибо. И всем на этом до свидания. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий-mänцing Увидимся! Уб Tanка! Уб- enduring. Уб- ezOOK В ред. Да, он будет. Он просто уйдет. В реальности ты становишься моим пеппи. Не волнуйся, ты сейчас в безопасности. Полиция на дороге. Все будет хорошо. Нет, это не так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok